Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, что добавили, что переделали, что обновили, кого переместили и что ждет на следующей неделе. Обещается быть много чего интересного касательно лошадей, гонок, интерфейсов, а также того, что будет на следующей неделе и того, что нам изменили сегодня. Так что седлайте своих коней и поехали! А начнем мы, дорогие друзья, с малого и интересного. В магазин для всех тех, кто купил лайв, разработчики добавили вот такой вот шлем. Я уже, честно, не помню, какой там идет комплект, потому что я все забрала из этого магазина. И у меня при входе уже ничего не отображается, но в данный момент нам добавили вот такой вот шлем. Очень симпатичный, кстати, мне он даже понравился, хотя я уже давно не ношу цветные шлемаки. Мне он понравился. У него очень, кстати, хорошие характеристики, больше, чем у моего любимого шлема, который, к сожалению, не самый лучший. Но у него вот стандартные характеристики, как у обычного хорошего шлема. Только вот тут команда 5, у Худ 3 здесь тоже самое. Да, то есть это добавили хороший шлем, и это очень классно. Перейдем к следующей новости. С фермы Марли, что находится недалеко от фермы Стива, перенесли абсолютно всех Квотерхорса. И, если я не ошибаюсь, а может быть я ошибаюсь, их перенесли еще из Фергрови. И сейчас все Квотерхорсы, Пейнтхорсы, а также Аполлузы обитают у нас на Е-лошадиной Ямарке вблизи Фурпинта. И я вам скажу больше, они упали в цене, так что теперь все американские Пейдхорсы стоят 475 СК. Но, и любопытно то, что цена не упала на американских Пейдхорсов. И, насколько я помню, она упала на Аполлуз, она тоже не упала. Точнее, Аполлуза у нас она единственная. Я не помню, сколько она стоила до этого. Знаю, что Квотеры точно упали в цене. Это дает нам подумать и вообще дает повод рассчитывать на то, что в скором времени обновят еще две вестернские породы. Американский Пейдхорс и Аполлузы. Все мы знаем, кстати, что Аполлуза не обойдется одной лошадкой. А я думаю, их будет тоже несколько, потому что разновидность этих пятнышек ровно столько же, сколько и у Кнабов, и даже больше. Так что, я думаю, в ближайшие несколько месяцев мы будем ожидать новые выездки, вестернские, точнее, породы лошадей. На ранчо Старщайн же добавили новую гонку. Теперь она является четвертой, то бишь к прокачке лошадей добавилось еще 100 СК, потому что гонка Джошуа в стиле вестерн будет одна здесь и также с противником здесь. Получается, до этого мы получали 300 СК с каждой стороны, то бишь 600. Теперь будем получать в сумме 800, ой, простите, не СК, а ХП для лошади. Это очень много опыта и меня это, если честно, очень радует. Так что я радуюсь, что лошадей можно будет прокачивать чуть-чуть побыстрее. Собрав, кстати, на золотой лихорадке все 24 слитка золота, вы получите вот такой вот басал. Мне кажется, если вы этим не занимаетесь, вы ничего не потеряете. Басал выглядит вполне симпатично, единственное, меня смущает его цвет. Но, кстати, я посмотрела в конных магазинах очень часто такое желто-синее сочетание, это нормально. Ничего нового, ничего удивительного. Эх, а я все-таки надеялась на ослика. Нам изменили, кстати, указатели на гонках и звук. Ну и, если честно, меня это немножко расстроило, потому что звук, который был до этого, мне нравился куда больше. А вот зеленые указатели стали не менее яркими. Мне лично не нравится этот звук, он мне напоминает звук какой-то цепи или монетки. И, если честно, меня он раздражает. Особенно, когда ты играешь в полной тишине и в наушниках, и ты решил пройти гонку. Вместо стандартной мелодии, ты слышишь, что вот это, вот это дзынь, оно меня почему-то раздражает. Не знаю, как у вас, но меня раздражает. Указатели зеленые действительно стали менее яркими, но все равно заметными. И мне кажется, это даже, это хорошая черта данного обновления. Обновлению также подверглись все магазины и кафе. Теперь они выглядят по-новому, я имею в виду меню кафе. Так что, когда вы хотите что-то заказать, вы можете спокойно открыть и увидеть абсолютно все меню, которое предлагает вам данная кофейня. Кстати, это очень классно, потому что раньше я не замечала особой разницы между кафешками. И теперь я знаю, что здесь можно в Фиргрове отведать пироги и печенье и всякие десертики в качестве тортика. А вот в торговом центре города Юрвик можно даже борщик покушать. Так что, в какой бы старый магазин вы ни отправились, хоть в те же магазинчики в деревушке полумесяца, теперь все лырки абсолютно по всему Юрвику будут выглядеть так, показывая нам, какие же вещи они предоставляют нам для покупки, чтобы не приходилось каждый раз просто наводить новую иконку, чтобы посмотреть, что ты одеваешь на своего персонажа. И это, мне кажется, самое классное. А на следующей неделе нас ждет, ребята, кое-что очень классное и интересное. Ну, кстати, как показывают опросы среди моих знакомых, к нам приедут лошади, но те, которые очень классно выглядят, но, возможно, те, которых не захочется покупать. Очень странный ответ, но я не отрицаю, что лошади приедут очень классные, потому что нам уже показали трейлер. В интернете уже куча спойлеров того, что будет, и что приедут не только лошадки, но и питомцы. Если вы уже посмотрели спойлеры, вы знаете, какие. А если вы еще не смотрели, но вам интересно, ищите в Ютубе, обязательно все найдете очень легко и просто. Ну, а если вы хотите огородить себя от спойлеров, то ничего не смотрите, просто ждите следующей недели, и к нам приедут две новые классные лошадки, и также, по идее, два новых питомца. Пока что, вроде бы, говорят, что лошадки будут стоить 890 СК, но сколько будут стоить питомцы, пока неизвестно. Я же для своей коллекции, наверное, куплю и питомцев, и лошадок. Ну, питомцев, наверное, точно. Про лошадок не знаю, потому что и вот мое мнение многих моих знакомых, что лошади действительно вышли классными. Очень классный стиль, очень классная масть у них вышла магическая и обычная. Но какого-то яркого желания покупать, чего-то не хочется. По мне-то, кстати, магические лошади потеряли свою индивидуальность и редкость в Старстейбл. Если вы считаете так же, то поддержите видео лайком, и мне будет очень приятно. Потому что раньше лошади появлялись магические раз в год, потом раз в полгода, и я ждала целых два года, чтобы купить себе самых первых магических лошадей. Сейчас же магические лошади появляются раз в несколько месяцев, чуть ли не по сезонам, не по настроению. И даже не знаю, появятся ли какие-то магические лошади еще. Знаю, что только магическая вишня и бероза при обновлении писали, что возможно, они больше не появятся. Под все остальными лошадьми, под магическими я имею ввиду, вроде бы не писали этой фразы. То бишь, я надеюсь, что магические андалузы, которые были самыми последними магиками, еще к нам вернутся. Что же будет касательно следующих магических лошадей, которые добавят уже в следующую среду, пока ничего не известно. Так что просто сидим и ждем вместе обновления. С вами была я, Данали, и сегодня моя лошадка – тлеющая тыковка. Не забывайте кормить своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!